Слава Украине! Привет всем от Полонского! В свете постепенного, иногда даже очень бурного, а не постепенного освобождения Курщины, Курской Народной Республики от российско-фашистских захватчиков, встает два очень важных вопроса, я бы сказал даже не два, а три. Первое это будущее обустройства Курщины, то есть в каком виде оно будет выглядеть. Первый вопрос краеугольный, что это будет после освобождения. Второй вопрос это местные жители, которые остались, то есть в каком они статусе, кто они, как они и так далее. Третий вопрос это военно-пленные. С третьим вопросом как раз проще всего. Военно-пленных слава богу очень, не просто много, а очень много. Среди них слава богу много особо ценных это срочники и кадыровцы. Этих меняют без разговоров в первую очередь, особенно там, ну да, что те, что другие. Потому что на контрактников Путину плевать, господи, вообще для него это ничто. А вот эти срочники очень переживают, кадыровцы очень-очень переживают, да. Их надо менять. И вот тут встает вопрос о правильном использовании этого обменного фонда. То есть тут только Азов, без варианта. Только на Азовцев менять, без вариантов, без каких-либо. Вот, это первый момент. Дальше второй момент. Это мирное население, которое остается на освобожденных от расшизма территориях. Ну, тут комплексный вопрос, конечно. Тут и встает вопрос, прежде всего, это обеспечение. То есть, в принципе, дать людям работать, дать людям зарабатывать, да и все. Чтобы они сами себя могли обеспечивать. И на первый момент открыть нормальные, так же, как вот в любом другом украинском городе, нормальные сервисы, то есть, которых у них, может, не было. Нормальные магазины, новую почту открыть, Укрпошту открыть и так далее. Вот, то есть, чтобы люди не страдали, чтобы люди понимали, что в Украине лучше, чем на России. И чтобы люди... Вот, кстати, только вот прицепил видео интересное на телеге. Там российская девочка, может, русская, я не знаю, кто она по национальности, может, она украинка. Ну, понятно, что гражданка Российской Федерации подошла, и солдат ей, наверное, надел на руку уже в таблокытную стрижечку, да. Это было очень приятно, бачит. И вообще, мне нравится, когда эти моменты такие происходят, когда люди понимают, что вот эта вся чернота, и этот весь кошмар, который там находился при этой России, господи, прости, это грязь, это вонь, это нищета, это бесправие, это все закончилось, и пришла Украина, слава богу, можно жить. То есть, люди должны понимать, что вот тот кошмар, он закончился. Все, забыли за Россию, пошла она к черту. Вот. Ну и третий момент, это самый, пожалуй, главный момент в этой всей истории, это, а что там будет? Ну, тут ответа одного быть не может. Значит, смотрите, с одной стороны, если будет действительно мирное соглашение, и оно будет включать полный обмен территориями, то есть, расисты уходят за границей 91-го года, мы, соответственно, Россию возвращаем к границам 91-го года. Ну, это можно, можно. Естественно, Крым, Крым тоже, да, Крым наш, тут без вариантов. Вот. Если Крым не наш, ну, тогда и курс не ваш. Вот. Тут все просто, да. Тогда мы вам возвращаем все ваше, вы нам возвращаете все наше, и без вариантов, да. Каких-либо других я здесь не просматриваю, просматриваю, но если это не состоится, и вот все останется во взвешенном состоянии, в том, в котором это есть сегодня, вот как китайцы предлагают, да, ни мира, ни войны, замораживаем конфликт на тех позициях, на которых оно есть на тот момент, когда начнутся переговоры. Ну, значит, тогда Куршино станет неотъемленной частью Украины, да, вот, собственно говоря, и все. Постепенно, постепенно, аж уже до развала России, она вот будет частью Украины. Но, хотя, есть вариант видеть, что, может, она будет независимой. В конце концов, они же нас научили, как они там ДНР, ЛНР создавали. Мы можем создать Кур-НР, да, еще какую-то можем создать, Брянскую, там, говорят, в Брянске сейчас, вот, какие-то танки видели, по ту сторону границы требуют подтверждения, да, танки, танки, украинские танки, вот, Брянская область. Все ждали в Белгородской, а получилось почему-то в Брянской. Ну, пока не буду, не буду, как говорится, каркать, но есть такая информация. Вот, то есть, тоже такой очень интересный момент, вот, как, как будет выглядеть государственное устройство. Может быть, создать там правительство России в изгнании, тоже такой вариант. Это будет правительство порядочной России, может быть, на основе того же Легиона и РДК, и вот, как-то они будут, возможно, строить новые отношения с миром. То есть, в принципе, мир может их признать, потому что это не то, что там, знаете, один хутор захватили, и все, и объявляем, вот, как Советский Союз делал свое время в Финляндии, в 1939 году, там, чуть-чуть захватили, объявили какое-то правительство в изгнании. Ну, как вариант, может быть. Вот, то есть, вариантов очень много и зависит от очень многих факторов. Опять-таки, от поддержки наших союзников и так далее. Но, что в этом всем очень хорошо, что ничего хорошего. Путинской шайке, ни один из вот этих вот возможных вариантов сейчас уже ничего не сулит. То есть, за победу можно вообще уже и не вспоминать. Им, у них сейчас как? Им сейчас, ну, надо проиграть. Они проиграют войну по-любому, да? Но им нужно иметь возможность проиграть войну так, чтобы своей вате рассказать, что они победили. Вата тупая, в принципе. И вата все схавает. Там никаких вопросов нет. Вот. А то, что они проиграли, тут интересный еще такой момент, да. А вот только что сейчас находятся в Киеве, собственно говоря, два американских сенатора среди них. Ну, они лидеры демократов и республиканцев. Так вот, интересно высказался, стоя на Софиевской площади, ой, извините меня, на Михайловской площади, сенатор Линдсей Грэм. Ну, во-первых, он сказал, что правительство Соединенных Штатов должно разрешить Украине использовать в полный рост американское оружие, которое у нас есть. То есть, то есть, сатакамсами лупить, по крайней мере, по аэродромам рашистов никаких проблем с этим не должно быть. Там на расстоянии 300 километров, например. Это первый момент. А второй момент, он сказал под конец очень интересную фразу. Наделите Путину задницу. Продолжение следует...